Вчера в Бельцах состоялся второй тур выборов мэра. И вплоть до закрытия участков не было понятно, кто же явный фаворит этой гонки. Но совсем скоро стало известно, что победителем стал представитель нашей партии Александр Петков. Он набрал почти 60%. Он же и будет руководить городом следующие 4 года. Но для того, чтобы принимать решение, мэру нужен еще и муниципальный совет. И тут голоса распределились совсем неоднозначно. Дело в том, что из 35 муниципальных советников у нашей партии будет всего 11 мандатов. На втором месте партия социалистов с 9 мандатами. На третьем месте партия ПАС и 6 мандатов. Еще 4 мандата набрала партия, которая поддерживалась Илоном Шором. По 2 мандата у партии бывшего мэра Николая Григоришина и партии возрождения Александра Нестеровского. И последний мандат взял представитель коммунистов. В такой ситуации нужно будет договариваться для того, чтобы принимать любые решения. Как это будет происходить, мы с вами увидим совсем скоро. Что вы думаете о новом мэре? Каком новом мэре? Ничего не думаю. Вот что он будет делать дальше? Вот это интересно. Что он будет делать дальше? Будет делать, как раньше делал? А сейчас мы в реале, что он что-то будет делать. Не знаю. Посмотрим, увидим. Вы разочарованы результатами? Конечно. Он мне раньше ничего не делал. А сейчас тем более ничего не будет делать. Посмотрим, увидим, что будет дальше. Я его не знаю, что мы будем. Ну да, пока еще не знаю. Понимаем, что от партии наша партия. И надеемся, что будут хорошие изменения в нашем городе. Да, главное, чтобы не связывался с этими вот пасами. Майя-Самб, они не нужны. А кто у нас новый мэр, скажите? Петков. Петков, да. Надеюсь, что будет лучше. Мы думаем, что будет делать, что будет делать. Мы думаем, что мы будем делать. И как мы устроим Рената, так и он будет делать. Но может быть много. Так что вы будете счастливов с результатами? Да. Мы счастливов с результатами. Вернем в信и, что будет хорошо. И мы рады. Мы рады.